Праздничный эфир телеканала ННТ. Продолжаю я, Хадижа Курбанова, с информационным блоком новостей. Хронику событий праздничного дня, Дня Победы, предоставили наши корреспонденты. 74 года спустя. Мы помним. Праздничный парад по случаю годовщины Великой Победы прошел в Махачкале. Участие в нем приняло 30 тысяч человек. Шествие людей с портретами фронтовиков. Тысячи дагестанцев поддержали акцию шествия «Бессмертный полк» в Махачкале. Дань памяти ветеранам на вершинах Дагестана. Альпинисты со всей страны прибыли, чтобы возвести знамя Победы в горах нашей республики. Сегодня вся страна отмечает один из главных государственных праздников – 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи дагестанцев с флагами, плакатами и цветами собрались на центральной площади Махачкалы, где прошел традиционный парад, посвященный 74-й годовщине Победы. Вспомнить, поздравить и чествовать главных героев праздника, тех, кто в годы войны защищал нашу страну от врага, пришли тысячи дагестанцев. На месте событий побывал и наш корреспондент Патимат Ханапова. Празднование Дня Победы началось возложение цветов к мемориалу славы сотрудников МВД. Церемонию открыли глава Дагестана Владимир Васильев и министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Также впоследствии памяти погибших пришли представители власти, коллеги и родственники. Затем с центральных улиц Махачкалы люди начали стекаться к площади. Пожилые, молодые, рабочие, пенсионеры, дети и просто те, кто не смог остаться дома в этот знаменательный день. В руках флаги, цветы и плакаты, а на груди георгиевская ленточка, как один из главных атрибутов Победы. Все они ждут начала парада, и право его открыть было предоставлено Салману Дадаеву, новоизбранному мэру столицы. Эта дата довольно грустная и в то же время величественная, потому что вписана в аналог мировой истории, как беспрецедентный подвиг народа, который ценой героических усилий, истинного патриотизма, ценой своей жизни, здоровья, отстоял независимость и свободу нашего народа. Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днём Великой Победы. Торжественный митинг, посвященный 74-ю Великой Отечественной войне, открытым считаю. С праздником! И вот ровно в 10 дан старт, и долгожданный митинг начался. Главные герои праздника будто бы забыв о возрасте и боевых ранениях дружно встают под звуки гимна. Здоровье хоть и слабое, но стойкости ветеранов можно только позавидовать. Так и ветерану войны, полковнику в отставке Виктору Хрисанову уже более 90 лет, но дух его с годами только крепнет. Я окончил 10 классов в 41-м году. Мне было 18 лет, еще не было 18 лет. Но началась Великая Отечественная война, и нас всех призывников направили в военные училища и готовили офицеров запаса. Вот таким и я был. Я сам участник войны, прошел от Калининграда до Берлина. И вот, стройным шагом под звуки марша колонна направляется к парку Ленинского комсомола. Участники акции проходят и по улице Магомед Гаджиева, и останавливаются у мемориала воину-освободителю. Здесь проходит уже ставшее традиционным возложение цветов к памятнику, в котором принял участие и муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Они не только остановили врага и защитили свою семью, свой дом, свою малую и большую родину. Они дали нам невиданный пример, пример мужества, нравственности, пример умения побеждать в очень сложной, казалось бы, безвыходной ситуации. Годы летят и происходит смена поколений. Уходят из жизни участники Великой Отечественной войны. И наша задача – никогда не забывать о них и о их подвигах. По официальным данным, война унесла жизнь около 27 миллионов человек. Вечная им память. Батюна Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Традиционно в этот день по всей России проходит акция «Бессмертный полк». Шествие охватывает около 500 городов и населенных пунктов. В День Победы на центральной улице Махачкалы вышли тысячи дагестанцев. С подробностями мероприятия Луиза Раджабова. Нет России семьи таких, где бы не было памяти на своих героях. Лучшее подтверждение этим словам – это многочисленные портреты. Сегодня главное – это память, слова благодарности. Особые поздравления ждут ветеранов, тех, кто пережили страшные события военных лет. Улицы уже переполнены людьми, кто-то с пилотками, кто-то с флагом. Также есть георгиевские ленточки. Все они вышли под звук оркестров и прошли уже почти все центральные улицы нашего города. Я держу портрет нашего знаменитого земляка. Это Исмаилов Абдулхаким Исакович. Он первым водрузил знамя над поверженным Рейхстагом. Он из селения Чагарутарха Савюртовского района. Мы помним, мы гордимся. С праздником Победы, друзья! Чтобы почтить память, ежегодно на улицы Махачкалы выходят тысячи. В этом году желающих присоединить фотографии из своих воинов к беспертному паху еще больше. Многие портреты несут целыми семьями. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. В черно-белые фотографии навсегда молодых лиц несут их сидеющие дети, совсем молодые правнуки. История рядовых и офицеров, безусловно, это часть семейных историй, которые бережно хранятся. И пусть у кого-то не осталось даже фотографии, только имя и фамилия солдата. Такие таблички в руках дагестанцев очень важны. Главное, пронести память о своих героях. Сегодня я пришла в достоинство чести моего прадедушку, которого зовут Магомед Абдулаевич. Он является участником Великой Отечественной войны. Я очень горда за своего прадеда, потому что он с честью и достоинством прошел этот цернистый нелегкий путь. Он служил разведчиком в Житомире, на Украине. И однажды, когда их с товарищем отправили на разведку, он решил спрятаться в избе у русской женщины. Мой дед остался в живых благодаря находке, находчивости русской женщины. Когда немцы делали очередную разведку, он с его товарищем, переодевшись в русский царафан и укрывшись одеялом на печи, остались в живых, доверяя тому, что немцы побоялись подходить к ним, так как думали, что они больны типом. Так вот, немцы ушли, дед остался, прадед остался в живых, продолжил свой путь войны, прошел войну до конца. Сейчас он, к сожалению, нет с нами в живых, однако мы его очень любим, мечтим его память. Закончил свою шестую колонну на Рудовском бульваре, где прошел концерт военной песни. Отметим, бессмертный полк прошел по улицам Махачкала очередной раз. И участников с каждым разом все больше. Луиза Раджабова, Салмаги Тихмаев, новости ННТ, Махачкала. День Победы сегодня отмечают не только в столице, но и в других городах и районах республики. Торжественный митинг провели также в Кизелюрте и Унсукульском районе республики. В последнем праздничное шествие начал бессмертный полк, в котором приняли участие учащиеся Шамилькалинской школы. На главной площади почтить память погибших и чествовать живых собралось большое количество людей. Среди них представители власти, правоохранительных, образовательных и медицинских организаций, а также местные жители. Торговый дом Киргу не остался в стороне и устроил праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно представители торгового дома проводят концертную программу для тех, кто защищал Родину. Этот год не стал исключением. С подробностями праздничная акция Алина Багилова. Внимание к ветеранам – святой долг потомков. Киргу на протяжении 10 лет активно взаимодействует с участниками Великой Отечественной войны. Оказываем уважение и благодарность за победу. Торговый дом Киргу я лично поздравляю всех жителей Дагестана с Днем Победы. Желаю всем счастья и мирного неба над головой. Наше мероприятие, которое мы сегодня проводим, это наша ежегодная традиция. Она дает нам самим не забывать подвиг наших отцов. Мы чтим память наших предков и хотим, чтобы эта память всегда оставалась в памяти наших детей и внуков. Несмотря на возраст, несмотря на годы, ветераны в парадных костюмах и нарядных платьях, на которых в строгом боевом порядке выстроились ордена и медали, были в приподнятом настроении, шутили и охотно общались. Отмечать праздники в России принято за столем. Под любимой песней военных лет ветераны смогли пообщаться друг с другом, поделиться воспоминаниями с молодыми и в очередной раз почувствовать важность того подвига, который совершили для своей страны. Сегодня в день победы советского народа в Великой Отечественной войне ветераны Махачкалы отдыхают в ресторане торгового центра «Киргу». Я как председатель Дагестанского совета ветеранов хочу поблагодарить генерального директора и всех сотрудников торгового центра за то, что такое внимание уделяют ветеранам, и при том не разовое, а каждый год, дорогие сотрудники торгового центра. Это самый святой день для нас. У нас в зале сейчас сидят те, которые воевали на фронте, те, которые ковали победу в тылу, те, которые пережили тяжелые годы Великой Отечественной войны. Это дети войны. В зале те, которые восстанавливали все разрушенное народное хозяйство после войны. И хотел бы в заключение сказать, дай Бог, чтобы наше поколение, будущие поколения, чтобы никогда не слышали о войне, чтобы был мир в нашем Дагестане и в нашей России. Для ветеранов была подготовлена концертная программа. Воспитанники школы-гимназии рассказали стихи, организовали хоровое пение «Дня Победы», «Катюша» и провели флэш-моб запуском бумажных самолетов. Поздравлением также присоединились артисты дагестанской эстрады и работники Киргу. Алина Багилова, Гаджи Маганетов, телеканал ННТ Макачкала. Ну а тем временем на вершинах Ярыдак, Базар Дюзи и Шалбуздак альпинисты подняли флаг победы. Мероприятие состоялось в рамках альпиниады «Бессмертный полк». Соревнования стали традиционными в канун празднования Дня Победы Великой Отечественной войне. И в них всегда принимают участие как дагестанские альпинисты, так и представители из других регионов. В этом году для участия в праздничных восхождениях прибыли альпинисты из Москвы, Ростова-на-Доно и Барнаула, Махачкалы, Каспийска, Перми, Братска, Иркутска и Красноярска. Все ребята на восхождениях. Восхождение мы совершаем не только на знаменитую стену Ярадага, но также и на Шалбуздаге находятся ребята, на вершинах сельды. Есть планы группы красноярских альпинистов, если будет время подняться на Базар Дюзи, высшая точка Дагестана. То есть люди занимаются спортом и свои достижения они посвящают памяти своих отцов, дедов, прадедов. Восхождение завершилось водружением государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестана и знамени Победы на всех трех вершинах. Ну и в завершение выпуска предлагаем посмотреть кадры масштабного флешмоба, организованного сотрудниками МВД России по Дагестану. Более 45 полицейских машин, выстроенных в определенном порядке, создали собой надпись «9 мая» на главной площади города. Флешмоб выдался ярким и фееричным. Ну а это были все новости к этому часу. Мы поздравляем всех телезрителей телеканала ННТ с праздником и желаем вам мирного неба над головой. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин